Самый главный вопрос, сколько стоит электровелосипед? На него очень сложно ответить. Сначала надо объяснить от чего зависит цена и как она меняется. В каждом следующем видео я буду говорить, что чем мощнее тем дороже. Если вы хотите ехать медленно, то вам нужен слабый мотор. Слабый мотор, маленький по размеру, легкий по весу и дешевый по цене. Если вы хотите ехать быстро, то вам нужен мощный мотор. Чем мотор мощнее, тем он больше по размеру, тяжелее по весу, и дороже по цене. Чем мощнее мотор, тем больше и мощнее нужен аккумулятор. Тем больше и мощнее нужен контроллер. И сам велосипед должен быть более прочный. Каждый компонент становится больше по размеру, надежнее по характеристикам и дороже по цене. Если у вас есть велосипед и вы хотите его переделать под электромотор, то появляется много вариантов. Некоторые умельцы хотят сэкономить и делают самодельные моторы из шуруповертов, старых сломанных гироскутеров и других двигателей. Такие моторы шумные и ненадежные, они требуют сложного крепления к раме велосипеда, быстро ломаются, очень медленные и слабые по мощности. Такой самодельный электровелосипед может ехать со скоростью 10-15 км в час и проезжать 10-20 км на одной зарядке. Если запчасти берутся из помойки, то стоимость переделки велосипеда равна нулю. Но я видел такие примеры, где люди создавали электровелосипеды за 2 или 5 тысяч рублей, тратя на это несколько недель. Работая самым разнообразным инструментом, помучившись с такими моторами какое-то время, они все равно потом покупали обычный заводской мотор. В интернете и магазинах можно купить готовый комплект из мотора, аккумулятора и контроллера, а также всех остальных ручек газа, тормоза и прочих кнопок примерно за 15 тысяч рублей. Это будет самый слабый и самый медленный комплект для электровелосипеда. Хороший комплект с быстрым и мощным мотором, батарейкой на которой можно ехать очень долго и далеко, будет стоить около 50 тысяч рублей. Большой и мощный мотор тяжелый. Аккумулятор большой и тяжелый. Контроллер мощный и тяжелый. Такой велосипед будет невозможно поднять по лестнице или поднять на обычном лифте. Каждый из вас при покупке электровелосипеда должен понимать по каким дорогам он хочет ездить, это будет асфальт или грунт, насколько холмистая местность, какая скорость вам нужна на максимуме, какой вес велосипедиста и груза. Зная эти пожелания, можно подобрать мощность мотора, подобрать аккумулятор и контроллер. Возможно вам нужно ездить не быстро и на небольшие расстояния и вам хватит комплекта за 15 тысяч рублей. Может быть вы хотите уезжать на 100 километров и вам нужна большая скорость, тогда даже комплекта за 50 тысяч вам будет недостаточно. Нужно изучить все ваши пожелания и подобрать вам идеальный вариант. Может быть вам подойдет комплект за 25 или 35 тысяч, вариантов очень много. Цена зависит от мощности, чем быстрее и мощнее, тем больше и дороже. Ну а чтобы понять, что вам подойдет и чтобы не ошибиться с выбором, приезжайте на наши тест-драйвы и попробуйте множество видов электровелосипедов уже сейчас. Подробнее на сайте Velo69.ru